Сергей Борисович Курганский, кандидат в депутаты Государственной Думы, выдвинутый коммунистической партией Российской Федерации, боец, настоящий, человек очень авторитетный, знающий, много встречается с москвичами, они его любят, я даже завидую, по-моему, больше, чем меня. Сергей Борисович, даю вам слово. Сергей Борисович Курганский, даю вам слово. Сергей Борисович Курганский, даю вам слово. Сергей Борисович, даю вам слово. Сергей Борисович Курганский, 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 даю вам слово. Сергей Борисович Курган. Сергей Борисович Курганский, даю вам слово. 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 Это три буквы. Эти буквы Д, Э, Г. Дистанционное электронное голосование. Я хочу сейчас еще раз акцентироваться на этом. Очень много комментариев приходит на встречах от людей, которых буквально заставляют зарегистрироваться и заставляют проголосовать электронно. Мы с вами прекрасно понимаем, что электронное голосование — это черный ящик. Куда ты опускаешь свой голос, точнее просто жмякнув на кнопку, и что с этим голосом будет происходить дальше, неизвестно вообще никому. Более того, наше общество сейчас готовит к тому, что процент вот этих электронных фальсификаций будет просто зашкаливающим. Один из адептов электронного голосования, господин Венедиктов, уже как-то выдавал в эфир, что по его оценкам, порядка 50% москвичей в этом году проголосует электронно. Нормально? Вам нравится эта цифра? Кто-нибудь в нее верит? Да нет, конечно. Ну, 50% да. И вот вся та карусель, которую затевают с блэкджеком и призами, лотереями, квартирами, которые, кстати говоря, у московских очередников, скорее всего, отняли и поставили 20 квартир на розыгрыш в лотерею. Именно для того, чтобы осуществить вот эти фальсификации. Кроме того, трехдневное голосование, об этом тоже Валерий Федорович говорил, самые страшные не три дня, самые страшные две ночи, которые будут между этими тремя днями. В эти две ночи наши с вами голоса, конверты, те, кто придет и опустит туда свой голос, они будут находиться без присмотра. Соответственно, сейф-пакеты могут поменяться, содержимое сейф-пакетов может поменяться. Такие планируются аферы вот в ближайшие, уже на следующей неделе. Противостояние, рецепт простой. Что касается электронного голосования, до понедельника есть возможность еще поставить галочку в кабинете на МОСРУ и сказать, я не буду участвовать в электронном голосовании, я сам пойду. Бывает такое, что начальники заставляют, прям вот заставляют, иди, голосуй. В этом случае можно воспользоваться той уязвимостью, которую создатели электронного голосования для нас уже предусмотрели. Там можно переголосовать. То есть можно проголосовать один раз, жмякнув туда, куда тебя попросил, будь он неладен начальник, сделать скриншот, чтобы все были счастливы, и после этого через два часа переголосовать. Но это крайний случай. Для того, чтобы действительно поменять власть, необходимо прийти на избирательный участок, взять с собой семью, знакомых, прийти лично и бумажным бюллетенем, проголосовать за партию позитивных изменений в стране, за КПРФ и за вашего кандидата-одномандатника. В этом округе рекомендую голосовать за Валерия Федоровича Рашкина. Не вижу других альтернатив. Спасибо. Пора менять власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова